Жители Вятских полян могут остаться без общественного транспорта. Со слов представителя местного АТП, водители компании-перевозчика написали петицию с требованиями повысить им зарплату. Если этого не произойдет, до 28 февраля люди не выйдут на работу. И это не единственная проблема с транспортом в области. Более тысячи жителей деревень и сел в Подосиновском районе остались без автобуса. Из-за чего возникли проблемы с общественным транспортом в селах и городах региона, выяснила моя коллега Евгения Бакина. Женя, что происходит и какие последствия всего этого? Добрый вечер. Надя, более тысячи жителей Подосиновского района отрезаны от больниц речи деревни Большероманово, селах Утманово и Яхринга. Через эти населенные пункты еще весной ходил единственный автобус примерно два раза в неделю по маршруту Подосиновец и Большероманово и обратно. Сейчас автобусного сообщения с центром нет. Всему причины отсутствия водителей. Местные власти пообещали, что с проблемой разберутся. Сотрудника с категории Д найдут. Но обещанного люди ждут уже больше полугода. Добираются до больницы, пенсионеры на такси. Одна поездка выходит в 2000 рублей. К проблеме подключились активисты ОНФ. Они уже написали заявление в областную прокуратуру. В региональное отделение Общероссийского народного фронта достаточно часто поступают жалобы от жителей района в Кировской области на проблемы с транспортным сообщением. То есть очень часто жители деревень просто не могут добраться в райцентр. И, как правило, вся проблема упирается в скудность местных бюджетов. И, к сожалению, эту проблему быстро не решить. И, наверное, единственным выходом здесь может быть только помощь со стороны регионального бюджета. Проблемы с общественным транспортом есть в городе Вятские Поляны. Автобусы там ходят, правда, с большим отставанием от графика. В социальных сетях люди жалуются, что по утрам машины приезжают переполненными, зайти нельзя. Также водители игнорируют ряд остановок, проезжают мимо. С автобусом здесь плохо ходят. Приходилось ли вам когда-нибудь долго ждать автобус? Приходилось после работы, особенно вечером. Но пораньше лучше, конечно, было. А так, сейчас, видно, время такое у них настало тяжелое. Никто не может помочь им. Женя, а как реагирует подрядчик на претензии жителей? Как говорит нам представитель ОТП Вячеслав Царюк, время действительно настало тяжелым. Местная компания – это единственный перевозчик в городе Вятские Поляны. И сейчас компания находится в предбанкротном состоянии. Да еще и водители написали коллективную петицию с требованием. Если до 28 февраля заработная плата не поднимется, а ее не повышали три года, сотрудники в начале марта просто не выйдут на работу. Если требования не будут выполняться вообще, то будет написано коллективное заявление об увольнении. Таким образом, город Вятские Поляны может остаться не только без автоколонны, но еще и без водителей совсем. Всему причиной, со слов директора, отсутствие поддержки от городских властей. Три года перевозчик не получает субсидии из городского бюджета, хотя обязаны по контракту. И деньги с перевозок, даже с повышением цен на проезд, расходы не покрывают. У компании уже накопились многотысячные долги. Между перевозчиком и муниципалитетом есть обязанность муниципалитета компенсировать убытки, именно не выпадающие расходы, а именно убытки на социально важных маршрутах. Руководство автоколонны обращалось к заказчику с просьбой выплатить убыток. Был такой ответ. В этом году у нас на финансирование, на субсидирование пассажирских перевозок в бюджете денег не заложено. Кстати, Вячеслав Царюк встретился с городскими властями, и они обещали помогать вести диалог. Уже в январе месяце они направили 250 тысяч рублей, но эта сумма небольшая, и расходы покрыть все нельзя. Также по подсчетам на все расходы перевозчику нужно около 5 миллионов рублей. И если город не найдет эти деньги, возможно, люди будут ходить пешком или ездить на такси. Женя, спасибо. Мы будем следить за развитием событий. Мы продолжаем.